Друзья, наступил август, а это значит летний сезон заканчивается, но продолжается, продолжается жизнь, продолжается строительство нового детского сада здесь в Норских резиденциях, а также продолжаются спортивные соревнования. Сегодня, например, мы присутствуем на кубке городского квартала Норские резиденции по сжиму штанги лежа в абсолютной категории. Как будут выбирать лучшего, узнаем у организаторов. Суть все-таки вот этого абсолютного соревнования в абсолютных категориях, немножко расскажите нам. Это без разделения на весовые категории, просто соревнования проводятся с учетом коэффициента. То есть сравниваются совершенно легкий и очень тяжелый человек, благодаря коэффициенту можно сравнить их результаты. Соответственно, получается, победитель не по категориям каким-то, а будет один абсолютный чемпион. Да, действительно, будет только один абсолютный чемпион. Все, замотал, можно сжать. Чего выбрали такой тяжелый вид спорта? Да это не тяжелый, обычный вид спорта, нормальный, для настоящих мужчин. У меня уже взрослый так-то, мне уже в контактные какие-то виды спорта идти поздно. Тяжелая атлетика, самое то. Второй покой. Девчонки вообще приходят, они как бы, ну, кто-то просто чисто подкачаться, ну, что-то там налито. Обычно где-то приходят в марте. Толпа народу. Хотят к лету уже иметь фигуру какую-то. Каждый раз такого не бывает. Народ приходит много, но остаются единицы. У них 2 килограмма, как бы камень плеткновения получается. 5 килограмм для пацанов это вообще ничто там, ну, в том же жиме там или... А в тяге и в приседе вообще ничего. А они, для них это все. Вот примерно там, ну, я так говорю, грубо. 100 килограмм приседают на 10 раз, 105 поставят, может быть, на раз, на два. А могут вообще не присесть. Просто характер такой. Чуть страшно, бросают. Я вообще танцую 10 лет уже, а тут летом просто нечего было заняться. И вот решила что-то новенькое попробовать, попитаться, вдохновение найти в других стилях и вообще в видах спорта. Ну, это ж, наверное, нельзя делать без подготовки? Нет, у меня есть мой прекрасный тренер, которая все контролировала и готовила меня к этим соревнованиям. Наташа, трудно подготовить человека к такому тяжелому виду спорта? Ну, пока веса небольшие, то нетрудно. Сколько мы потратили с тобой? Месяц? Месяц. Наташа, все-таки какие-то ставишь им, ну, все равно планочку какую-то на будущее? Если будет заниматься, то, в принципе, мы на 60 килограммов хотели бы закинуться через месяца, через три. Я только за. Я очень, мне очень понравилось. Я всегда хотела что-то индивидуальное попробовать, вот. Танцы стали уже как бы как неотъемлемой частью меня, а это что-то новенькое, поэтому хочется достигать побед каких-то. Хорошо, что нашлись такие люди, которые вызвались и помогают нам, то есть, продвигать спорт у нас в области, в Ярославле. То есть, это норские резиденции. Молодцы, предоставляют, то есть, всю поддержку со всех сторон, также и финансовую, и материальную. Предоставляют инвентарь, оборудование. Также планируется в дальнейшем у нас по осени соревнования будут, тоже при поддержке норских резиденций. Хорошо, что люди приезжают, смотрят, зрителей сегодня было много, участников достаточно прямо, ну, хорошо так, быстро все прошло, все по регламенту было, все замечательно. Хочу всем напомнить, что через пару недель, 17 августа, в городском картале Норской резиденции состоится турнир по силовому экстриму. Среди любителей и профессионалов. Всем спасибо.